Приглашу я сюда иллюстратора, дизайнера, основателя Look at Me Sketch'n' Club Александра Похвалина. Здрасте. Слышно? Да. Чуть громче говорите. Запускаем или вступительная речь? Короткая. Да я не знаю, я уже два бокала шампанское выбил. Поэтому ничего не страшно. Можно записать. Запускаем. Поехали. В общем, я думаю, все представляют, что такое городской набросок. Ну, набросок на тему города. Но я хочу рассказать, что в последнее время он перестал быть просто подготовительной работой и побочным продуктом, а превратился в некоторое увлечение. Вот здесь, например, наброски Леонардо да Винчи. Верхний – это река Арно. Это самый ранний из его известных набросков, и там на заднем плане Флоренция. А нижний – это его архитектурный набросок, но я думаю, что его можно подчислить городским. Это наброски Репина. Вот тот, который слева, это тоже самая ранее известная его работа. И это набросок из села Чугуев, да, из города, где он родился. И, в общем, это пример того, как художники изображают то, где они живут. А сейчас это больше увлечение, ну, по крайней мере, в некоторых кругах. И вклад в это внес вот этот вот товарищ – это Габриэль Кампанио. Кампанио, да. Он иллюстратор, журналист из Сиэтла, и он организовал такое движение, как Urban Sketchers, которое как раз занимается рисованием городов, в которых они живут, и городов, в которых они путешествуют. Вот это его работа, и, например, такой чувак, как Эндрю Ломес, говорил, что у иллюстрации превосходство над фотографией в ее эмоциональности. И как раз, вот, мне кажется, что работы Urban Sketchers показывают именно это. Это работа Уилла Фриборна, на котором он изобразил статую Кельпий в городе Фаркир, Шотландия. Это 30-метровая статуя лошадей. В принципе, это можно было снять на фотоаппарат, но, мне кажется, выглядит более рукотворно. А это Мюррей, ну, назовем его просто Мюррей. Это Green Keeper Cafe, похоже на детскую иллюстрацию, и вот контраст между водофоном и, ну, такой пряничным кафе на иллюстрации, мне кажется, выглядит гораздо ярче. А это целая история. Эта девушка Вероника рисовала день исторического метро в Нью-Йорке. Они там каждый год запускают состав из старых вагонов, но в том числе люди переодеваются, на платформах играет свинг и джаз. И очень важно здесь обратить внимание на детали, потому что времени на рисование там не очень много. Например, вот женщина с огромными ресницами, и там Вероника пишет, что ее очень заинтересовали шляпки у этих своеобразных косплееров, которые одеваются в стиле 30-х. А вот на следующем слайде... Да, вот мужчина, который находится в центре, она пишет про него, что он был одет в военную форму, и весь обвешан орденами, но они с подругой не смогли определить, к какому роду войск он относится. Кроме Urban Sketchers, я еще хочу рассказать про своего кумира, который на рисовании скетчей собаку съел. Это кореец Ким Юн-Джи. У него все работы, они вот такие вот супер детализированные, с огромным количеством персонажей. И одна из особенностей как раз Urban Sketchers в том, что это развивает вокабуляр визуальный. И здесь видно, что он выбирает совершенно разные темы для рисования. Но большую часть работы он рисует по памяти, а то, что он рисовал на натуре, можно узнать как раз по блокноту и рукам. Вот это тоже его работы. Здесь, ну тоже, опять же, вариативность тем. То есть это от каких-то кафе до музеев, до каких-то исторических мест. Ну, у нас, на самом деле, это течение тоже получает некоторое развитие. Поэтому вот, например, Аня Якида, которая называется исследователем с карандашом, она вообще, в принципе, из всех своих путешествий привозит прямо горы скетчей и рисунков у нее даже в выставке. И посмотрите, как она показывает за счет техники разные настроения. Вот слева, справа это был Лондон, а слева, и вот здесь, это Таллин. То есть в одном случае это более графичная какая-то история, в другом более яркая, более цветная. И у нее задача как раз как можно быстрее поймать настроение момента. Другой иллюстратор наш, который я хочу показать, Сергей Родионов, у него более минималистичный стиль, более графичный. Но, вообще он говорит, что зарисовка каких-то вещей, которые ты видишь в путешествиях, это делает путешествия интереснее. То есть ты обращаешь внимание на какие-то особенно важные для тебя вещи, выбираешь, что рисовать, что не рисовать. Ну, вот, например, вверху, вот перед этим был Питер, вверху это Львов, кажется, а внизу Харьков. Или наоборот? Наоборот. Нет, это не Питер. Я, собственно, они вместе со мной участвуют в такой вещи, как вам скетчинг-клаб, и, собственно, я так попал в эту историю, потому что я изначально организовал это сборище для людей, которые просто любят рисовать, потом это все в итоге переросло в какую-то городскую тему. Вот, например, левый набросок это задние дворы Красного Октября, которые я никогда бы не узнал, что они такие красивые, если бы не пошли туда рисовать. Или, например, Метрополь. Метрополь я вообще нарисовал случайно, потому что ехал просто мимо и на 40 минут залип, рисуя скетч. И когда рисуешь, ты просто по-другому относишься к окружающей среде, ты обращаешь внимание на другие детали, начинаешь более внимательно это изучать. И, ну, мне кажется, что в этом как раз заключается интерес городского рисунка не как ученическая история, а как именно форма познания города. Саша похвалилась. Мы учитываем наш обратный отчет.